Червонный заводской суд закончил рассматривать и изучать доказательства в деле о сожженной Юлии Ирнеденко. На последнем заседании был допрошен судебный эксперт, который, как считает сторона обвинения, расставил все точки над «и». Напомним, суть спора состоит в том, что два самых главных свидетеля, владелец квартиры Сергей Сенсеневич и обвиняемый Павел Губин, дали разные показания. Слова последнего эксперты поставили под сомнение, заявив, что его показания сходятся лишь частично. В зале суда эксперт пояснил, на следственном эксперименте Губин заявил, что воды в ванной, когда там находилась Юлия Ирнеденко, было чуть более двух сантиметров. И, мол, горела сама девушка. А уже через полгода в зале суда изменил свои показания, сказав, что воды было намного больше и горело все вокруг, а сама девушка нет. На мой взгляд, непосредственно вот эту чашу весов, очень сложную ситуацию, непосредственно эта экспертиза, все-таки она дала основание нам полагать и добиваться непосредственно обвинительного приговора. Интересно, но сторона защиты обвиняемого считает с точностью наоборот. Слова эксперта подтверждают невиновность Губина. Уверяют, готовы это доказать во время прений. Зусловно, готовы. Но что будем делать акцент? Ну, как бы, так сказать, с точки зрения формальной логики, понятно, будем на что делать акцент. Но, в принципе, карты раскрывать пока не буду. Это должно быть некоторым сюрпризом для оппонентов по делу. Несмотря на уверенность адвоката, мама подсудимого готова к любому решению суда. Женщина заверяет, в любом случае добьется оправдательного приговора для своего сына. Это будет апелляция, это будет касация, это будет ЕСПЧ. Это будут все полностью судебные станции. И даже если у нас в стране я не добьюсь правды ни на апелляцию, ни на касацию, то на ЕСПЧ по вот этим материалам, которые сейчас есть, он будет оправдан априори. Свои последние доводы в защиту или оправдание Губина адвокаты выскажут во время следующего судебного заседания. Оно назначено на ближайшую пятницу. Ольга Калиниченко, Денис Вишневский, 057.ua